Камчатские сторожевые новые БМП прикроют стратегические подлодки. Источник изображения, фото, известия, Алексей Майшов. Российские стратегические подводные ракетоносцы защитит новая бронетехника. Береговые войска Тихоокеанского флота, прикрывающие субмарины на Камчатке, получили самые современные боевые машины пехоты. Модернизированные БМП-2М способны поражать технику, живую силу и даже катера противника. Главное их достоинство полностью цифровая система управления, интегрированная в единую сеть. Морпехи смогут в режиме реального времени получать информацию от беспилотников и наземных войск, а при необходимости наводить на цель авиацию и артиллерию. По мнению экспертов, новые машины станут надежным щитом против диверсантов и морского десанта. Российские стратегические подводные ракетоносцы защитит новая бронетехника. Береговые войска Тихоокеанского флота, прикрывающие субмарины на Камчатке, получили самые современные боевые машины пехоты. Модернизированные БМП-2М способны поражать технику, живую силу и даже катера противника. Главное их достоинство полностью цифровая система управления, интегрированная в единую сеть. Морпехи смогут в режиме реального времени получать информацию от беспилотников и наземных войск, а при необходимости наводить на цель авиацию и артиллерию. По мнению экспертов, новые машины станут надежным щитом против диверсантов и морского десанта. На защиту стратегов. Подразделения дислоцирующиеся на Камчатке 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, ТОФ, получили модернизированные БМП-2, рассказали известиям в Минобороны. Главная база ТОФ на полуострове считается одним из жизненно важных военных объектов России. Отсюда уходит на боевое дежурство подводные лодки с межконтинентальными баллистическими ракетами. К Велючинску приписаны два из трех находящихся сегодня в строе новейших стратегических ракетоносца проекта 955 «Борей» – Александр Невский и Владимир Мономах. В ближайшие годы на Тихий океан также будут направлены многоцелевые лодки с крылатыми ракетами проекта 885 «Ясень», строительство которых продолжается. «Бойцам не придется тратить много времени на освоение модернизированной техники», рассказал известиям военный историк Дмитрий Болтенков. Вообще 40-я бригада имеет нетипичную для морской пехоты структуру и оснащение в частности, располагает тяжелой артиллерией. Ее огневая мощь сравнима с возможностями мотострелковых соединений. При необходимости она может применить широкий спектр средств и отразить нападение на главную базу Тихоокеанского флота. «Морпехи» защитят Величинск как от диверсионных групп, так и от морского десанта. Благодаря противотанковым управляемым ракетам «ПТУР», они могут поражать катера и плевсредства противника на большом расстоянии, а 30-мм автоматическая пушка задавит огнем любое подразделение противника. «Модернизация по такому варианту не обременительна для оборонного бюджета и в то же время весьма практична», отметил военный эксперт Алексей Хлопотов. «БМП-2М могут эффективно вести противодиверсионную борьбу, а также поражать цели на суше, в море и воздухе. Это повысит защищенность морской базы и находящихся там атомных подводных лодок с баллистическими ракетами», пояснил эксперт. Опять двойка. Модернизация состояла из двух этапов. Машины разобрали, проверили исправность механизмов и заменили неподлежащие ремонту детали. Затем «БМП-2» собрали, оснастив новыми комплектующими и оборудованием, среди которого 30-мм автоматическая пушка, противотанковый комплекс «Корнет» и пулемет. Управляемыми ракетами пехотинцы могут поражать бронетехнику на суше и катера на море, а высокий угол подъема орудия позволяет вести огонь по вертолетам. Машина стала более комфортной на борту и установлен кондиционер. Но главное преимущество модернизированной «БМП» в электронной начинке, в планшетных компьютерах, интегрированных в единую систему управления. Через них, а также новую цифровую радиостанцию «Р-168» экипаж будет общаться с командованием, передавать данные о своем местонахождении, картинку с поля боя, получать координаты цели и информацию о соседних машинах. При этом «БМП-2М» стали полностью цифровыми. Они получают информацию от беспилотников и наземных войск в режиме реального времени, а также передают данные со своих приборов на ведение. Благодаря терминалу МАЭСУ машины за считанные секунды могут наводить на противника удары авиации и артиллерии. Также «БМП-2М» способны совершать марши по пересеченной местности на сотни километров и при этом быть полностью автономными. Боевые машины пехоты «БМП-2» начали выпускать еще в 1977 году. Сейчас в войсках несут службу около трех тысяч образцов. По мере выхода из строя выслуживших свой срок машин воинские части получают технику уже другого класса «БМП-3» и «БМП-курганец». Однако этот длительный процесс, а надежные и проверенные в многочисленных военных конфликтах «БМП-2» еще далеко не исчерпали свой потенциал. Внуки Чапаева 40-я бригада морской пехоты – одно из старейших соединений советской и российской армии. Два года назад она отметила свой вековой юбилей. В 1918 году в Николаеве, ныне Пугачев, на базе вооруженных отрядов большевиков под командованием Василия Чапаева была сформирована 2-я Николаевская пехотная дивизия. В марте 1919-го переименована в 22-ю стрелковую дивизию. В 1957 году соединение преобразовано в 22-ю мотострелковую дивизию. В 2002-м дивизия переформирована в 40-ю мотострелковую бригаду и перепочине НАТОВ. В 2007-м соединение стало 40-й бригадой морской пехоты. В последние годы военные уделяют серьезное внимание всесторонней защите главной базы на Камчатке. В прошлом году для субмарин начали возводить укрытия. Мол и причал, строительство которых сейчас идет, вместе образует мокрый док. Железобетонное сооружение достигает высоты 50 метров. Такое укрытие надежно защитит не только от ударов вероятного противника, но и стихийных бедствий. В 2017 году Минобороны развернуло на Камчатке первую батарею новейших сверхзвуковых береговых ракетных комплексов, БРК, Бастион. Задача БРК защитить российские стратегические ракетоносцы Бареи от кораблей вероятного противника. Новые комплексы стали одним из важнейших элементов обеспечения национальной безопасности России. Право на данный материал принадлежат известиям. Материал размещен правообладателям в открытом доступе.